Мне нужен экран, так как я хочу сменить масштаб исследуемого объекта. Мои коллеги говорили о группах, очень больших группах, масштаб которых измеряется бизнес-сообществами или даже империями. Я буду говорить тоже о группе, социальная антропология занимается группами, о поколенческой группе, о поколении Z. Это тем, кому до 22-24 лет. Я целый год изучал это поколение, применяя не социологическую методику, а методику глубинного философского интервью, если говорить о бусных текстах, и герминевтику для исследования письменных текстов и визуальных текстов. Почему возможно говорить о особенностях поколениях, не охватывая там такие большие социологические выборки? Потому что выбран следующий объект – это мечты и страхи. Это традиционные объекты для философской антропологии. О чем мечтают и чего боятся те люди, которых ждет и уже почти дождался бизнес. И, как сказал уже предыдущий докладчик, ожидаются некоторые проблемы. Вот я веду курсы МБА, внутри программы МБА, и мне говорили банкиры, и которые обучались, что они уже сталкиваются с непониманием молодых сотрудников. Их не интересует карьера, их не очень интересуют деньги. В всяком случае, когда они предлагают им доплатить для того, чтобы они увеличили время нахождения на предприятии, они отказываются. Когда их пугают, что их понизят, они не боятся. Ну, а это катастрофа, говорили они. Что за идиоты? Как же тогда управлять? Пряник и кнут, страх и поощрение финансовое. Ну, оставим эту тему. Как управлять? Меня не она интересует. Меня интересует тема, какова так называемая пресуппозиционная структура сознания поколения Z. Пресуппозиция — это мировоззренческие установки. То, как человек смотрит на мир. И то, меня интересует пресуппозиционная структура только в части её воображаемого. В части воображаемого. То, что воображают. Я прошу дать следующий слайд. Ну, вот, вы видите, будут проблемы, они уже есть. Я тут вам приготовил всякую годноту из интернета. И вы видите, что здесь ирония есть. Любить менеджера — это какая-то жертвенная любовь. И в каждой шутке есть только доля шутки. Это вообще-то подрывной текст. Он до некоторой степени подрывает сами основу предыдущего поколения, поколения Y, которые устроены по-другому, которые построили этот мир, в котором живут Z, и в котором они не отказываются жить, но они собираются его использовать особым образом. Следующий слайд, пожалуйста. Это тоже ирония, которая указывает на тот второй мир, в который во многом переместились Z, и особенно мальчики. Это мир компьютерных игр. Тут, конечно, несколько утрирован внешний мир, но он, видимо, не идет ни в какое сравнение с виртуальным миром. Следующий вопрос. Ну вот текст моего корреспондента. Я публикую это анонимно и с разрешения своих корреспондентов. Об отношениях, об отношениях с людьми. Следующие докладчики говорили о том, что очень важна солидарность. А солидарность будет, если у вас есть взаимопонимание с людьми. И вот вы видите, да, что говорит мой информант по поводу отношений. Главное это не подпускать к себе кого-либо близко. Почему? Потому что это зависимость. Но зависимость есть хорошая или есть плохая, думают Y. Но с точки зрения Z, любая зависимость это плохо. Конечно, они понимают, что так или иначе приходится взаимодействовать, потому что они не живут как хики только в своей комнате. Вот это порождение хики, это на границе Y и Z. А хики это те, кто закрываются в комнате и уже живут только в виртуальном мире. Они живут в этом мире, они с удовольствием в него выходят, но отношения завязываются короткие. Вот из моей последней переписки я спрашиваю своего информанта, привязан ли ты к людям каким-то. Он отвечает так. Нет, никому, кроме матери, и слава богу, я от нее съехал. О чем это говорит? Ерминефтически, если к этому подходить. Есть одна привязанность. Сильная привязанность, это привязанность к родителям. Но эта привязанность создана самими родителями. И она не устраивает. Но почему она не устраивает? Потому что есть другие образцы. Их дают компьютерные игры, их дают сериалы. Это образцы легких связей, а не уз. Легких, интересных, игровых. Правда, следующий слой. Поэтому вот лозунг. Может быть, не всего поколения, но это серьезная проблема. Трафики порносайтов зашкаливают по посещаемости. Почему? Почему придерживаются этого принципа? А этот принцип? Ну, потому что сердце хрупкое. С этой романтики. То есть те, кто живут в двух мирах. В этом мире и в мире игровом. И я их называю бесчувственные романтики. А что значит бесчувственные? Это значит, что эмоции захлёстывают. Но нет чувств. Или почти нет чувств. Чем чувство отличается от эмоции? Чувство – это пролонгированная эмоция с помощью мысли, с помощью рефлексии. Хотя бы по поводу того объекта, который вызывает у тебя эту эмоцию. Вот тогда возникает чувство. Там любви или ненависти. Но для этого нужны долгие отношения с этим объектом. Хотя бы в мысли. Но сама индустрия развлечения, индустрия общения настраивает зетов на короткие сообщения. Это так называемый телеграфный стиль. Короткие сообщения хороши, интересны. Это яркие, яркая коммуникация. Но привычка формируется не продлевать. Это общение переключаться на кого-нибудь другого. Пожалуйста, следующий слайд. Это тоже ирония, следующее. 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 Ну, это тоже вот, видите, такой юмор, отражающий вот этот интерес. Давай поговорим о серьезном. То есть не о людях. А о персонажах. Персонажи интереснее. И это действительно так. То есть родители, игреки и иксы, постарались. Они сделали очень интересный виртуальный мир. Они вложились в это. В литературе игреков называют героями, а зетов – мечтателями. И есть логическая связь между героями и мечтателями. Если предыдущее поколение геройствует, следующее мечтает. Почему? Герои не дают никакого места. Они же герои. Они же лидеры. Вот тут заходили эти ценности и при вопросах, и когда говорили о мире игреков. Лидеры, герои, успешные. Действительно, лидеры, герои, успешные. Игреки отжали от всех ресурсов своих детей. Оставив им только деньги. Вот в деньгах они не нуждаются. Оставили им деньги. На эти деньги они покупают одежду, еду и игры. И мечтают. Такая социализация. Герои не дают социализироваться по-другому. Они очень жадные. Им нужно все. Они занимают все пространство. Они даже собирают постоянные собрания и проектируют будущее. Не себе, а всему человечеству. Включают туда роботов, собак, кошек, детей. И они там что-то танцуют. Эти кошки, роботы, дети. Они так уверены, игреки. Они уверены, что именно так и будет. Ведь они же привыкли побеждать. Вот эти свои фантазии заводят в реальность и думают, что так оно и будет. Но кто это будет реализовывать? Мечтатели? Ну хотя бы поинтересовались, о чем они мечтают. Можно следующий кадр? Ну это к тому же следующее. И следующее. Читаю. Зеты. Ну вот моя переписка показала следующее. Несколько человек, и потом я это проверял, пишут о том, что я мечтаю о покое. Как выглядит этот покой? Ну вот там где-то есть текст, где один мой адресат пишет, и корреспондент, что в Стартреке есть такой сюжет, когда капитан, видимо, в своем сознании попадает на ферму. И здесь секунда проходит, а там он эту секунду живет всю жизнь на ферме. Вот он говорит, вот это и есть идеал. А дайте следующий кадр, не там этот текст. Это идеал спокойного существования. И там есть с этим капитаном другие люди. Но это не живые люди, а это персонажи. Мечта о капсуле. О том, чтобы капсулироваться и отжать. Что отжать? Ну то, о чем говорили мои предыдущие коллеги. Отжать влияние. Но влияние ведь это условие того, что ты влияешь на других людей. Но посмотрите, так как игреки герои, они обрушивают такое мощное влияние на зетов, что влиять в обратную практически невозможно. И мои корреспонденты пишут о том, что мы любим родителей. Они о нас заботятся, они нас любят, но они же совершенно нас не слышат. Даже когда слушают. Они не слышат. У них очень плотный, хорошо сделанный мир. Они у него вложились. Но влияние это человеку все равно нужно на другого человека. И казалось бы, они должны были бы пробиваться. Нет, они уходят в сторону. Виртуальный мир и там влияют. Почти на людей. Как бы на людей. Зеты не очень интересуются друг другу. Потому что нет вот этих навыков влиять на живых людей. Есть навыки влиять на персонажа. Что касается эмоциональной сферы, как я уже сказал, эмоции зашкаливают, а с чувствами туго. Поэтому жаргон звучит так. Я ору. Подгорает там нижняя часть спины. Я помню, мы переписываемся. И мой корреспондент пишет мне. Я ору. Я в восторге. Я ему пишу. Александр, в каком ты можешь быть в восторге? Ты же бревно. А действительно так. То есть, это эмоционально очень слабо выражено на самом деле. Но на тексте, в словах, это всегда восклицательные знаки, преувеличение и так далее. Таким образом, как-то стимулируется внутреннее состояние. Вот то, о чем говорил Дмитрий Мальч. Возьмите, оденьте белую одежду. Длинную гондуру, хламиду. И вы станете чуть-чуть другим. Начните писать так. И у вас там внутри тоже какой-то диапазон возникнет, больше эмоций. Но чтобы чувство возникло, нужно ведь, нужен проект. Нужен интерес. Нужно желание повлиять на другого, изменить его или повлиять там на мир. Я думаю, что влиять на мир, это вообще не будет мечтой из этого. Повлиять, может быть, на одного, на двух, на трех человек. Зеты, вот те, с кем я переписываюсь, мечтают, например, стать кандидатом наук. Но не доктором. Объяснение простое. Кандидат наук – это то, что позволяет там выйти, говорить с людьми с каким-то статусом. Доктор – это то же самое, зачем он нужен? Это то же самое. Они не жадные. Нужен статус, как любому человеку, потому что у них нет никакого статуса. Но не нужно много. Они не пойдут в крестовые походы. Они не будут приносить в благотворительные организации свои поделки, желание выделиться и так далее. И все это пытаются сподвигнуть игреки. Создают там какие-то структуры, где они должны лидерствовать. Но это очень туго идет. Я читал, что в Волгограде чуть ли не распущен или распущен молодежный парламент. Просто не ходят люди на заседания. Потому что непонятно им, что это такое, да? Где там какой-то ресурс. Нужен статус. Статуса нет. Ну вот кандидат наук – это статус, который позволит выйти и говорить. Какое будущее? И имеет ли вот то, о чем я говорю, отношение к будущему? Будущее не ясно. К будущему это имеет отношение, потому что в этом возрасте, есть возраст, когда закладываются структуры воображения. Это раннеподростковый возраст и где-то до 19 лет. Окончательно оформляется структура воображения. То, о чем человек мечтает. Вы знаете, это потом продержится всю жизнь. Там контент будет другой, но вот как бы само направление мечты, оно остается, видимо, с человеком. И страхи остаются. А страх какой? Страх привязанности, несвободы. То есть основной страх – это сидеть в офисе. Конечно, с этим придется что-то делать работодателю. Потому что сидеть в офисе, видимо, отказываются. То есть текучка огромная. Судя по всему, там уже куда зеты приходят, там большая текучка. Потому что не хотят сидеть. Так что будущее туманно, но я думаю, оно неплохое. Но я не думаю, что оно похоже на то, что рисуют игреки. Какие-то там роботы, которые подносят утки одрехлевшим людям уже к 19 годам, потому что они без работы, без деятельности. Ну, знаете, тогда человек просто одрехлеет. Если не будет деятельности, человек одрехлеет просто. Он не выживет. Я думаю, она будет. Но будет по-другому. Не о роботах они мечтают, а о трансгуманизме. Что это значит? Они готовы в себя впустить чипы, там, железки какие-нибудь, но не отдать все роботам. Это вот, может быть, кто-то и мечтает об этом из технарей, но это не зайдет. Посмотрите на виртуальный мир, на игры, на сериалы и так далее. Это все очень антропоморфные существа, как правило. Или трансформеры, которые так или иначе превращаются в человеческое существо. То есть, на мой взгляд, за это мечтают, как и все люди, о людях. И поэтому людьми и будут. Спасибо. Можно включить свет? И я прошу ваши реплики, вопросы. Пожалуйста. Андрей Иванович, в той цитате, которую вы показывали, говорилось о том, что автор боится вступать в близкие отношения, потому что не хочет разочароваться. Откуда берется установка на предъявление завышенных требований к людям, причем, видимо, невыполнимых заведомо даже для самого автора, потому что он заранее знает, что он разочаруется. Какой источник этой установки? Источник этой установки очарования. Потому что очаровываться – это нормально для зетов. Они очарованы. Это романтики. Они очарованы, в частности, теми продуктами, которые породили их родители. Это, прежде всего, эстетический продукт, визуальный продукт, аудиальный продукт. То, что они порождают сами. В принципе, вот та эстетика, которая сейчас начинает рулить, что называется, в интернете – это во многом эстетика зетов. Они очарованы теми арт-объектами, которые порождают. Люди не выдерживают конкуренции с этими объектами, с инимешными персонажами, например. Вы посмотрите, вот там самые молодые зеты или уже эфы. Посмотрите на эти лица, на эти прически. Это почти ангелы. Видите, даже в соответствии с мечтой выстраивается, видимо, физиология. Почему-то какая-то очень гладкая кожа. Эти прически – это почти гендерная неразличимость. Ангелы. Потому что эти люди уже выстраиваются под то, что сделано дизайнерами, художниками и так далее. Сначала это были какие-то банальные страшноватые косплеи. Это, видимо, уже на волне игреков еще было создано. Игреки до сих пор, как реконструкторы, бегают там ряжеными по полям. Тоже получают свою долю вот этого удовольствия, которого у зетов в избытке. Они уже начинают выглядеть так, как персонажи. Но все равно человек эстетически по-другому устроен и по-другому выглядит. Поэтому разочарование, в общем-то, запроектировано. Это касается не только внешности, но и отношений. Посмотрите, какие отношения у анимешных персонажей. Постоянно открытые глаза. Это очень эмоционально. Надо, кстати, посмотреть. Может быть, уже как-то надо сравнить, насколько часто моргают игреки и зеты. Может быть, там тоже уже отличия есть какие-то. Я не буду, не был бы удивлен, если бы они были. Так что разочарование, это не завышенные, это нормальные установки для зетов. А мир занижен просто. Поэтому разочарование. Поэтому лучше, как там, я не помню, был этот текст или нет, держать людей на вытянутой руке. Сергей Иванович, инцепы, мне кажется, не способны к семейной жизни, потому что он даже говорит о том, что они демографии. Ну, почему вам так кажется? Почему? Как мне показалось, это люди эгоистичны. Как мне показалось, это люди... Ну, давайте остановимся. Давайте остановимся. Они эгоистичны. Как вас зовут? Антон. Антон, скажите, а семьи создаются эгоистичными людьми? У вас в семье есть эгоист? Конечно. Слух я. Так что тогда это отводим, да? Это не препятствие. Эгоизм не препятствие. Какие вы еще увидели препятствия? Препятствие в том, что эти люди не умеют и боятся общаться с себе по-другому. Каким образом выстроить отношения с другим человеком, основанное на ответственности? Оу. Ну, это и я. А может семьи создаваться безответственными людьми? А это вот и семья, она же не способна. У вас в семье есть безответственные люди? Ну, я скажу так, до определенного уровня мы все безответственны. А тогда, когда речь идет в отношении к семье, тут скупают уже совершенно другие вещи всего. Правильно? Другого уровня ответственного. Ну, вы понимаете, что может такая быть композиция? Один безответственный и трое ответственных. Или один ответственный, другой безответственный. Ну, я говорю про родителей, про родителей в тех, в тех случаях. Ну, понимаете, такая вещь, как семья, во всяком случае, существует, видимо, от начала времен и до сегодняшнего дня. Это очень устойчивая структура. Да, согласен. И, видимо, она создается из очень разных элементов. При этом, если она создается, то там начинаются изменения. Потому что, как бы, структура сильнее человека. Ну, в конце концов, есть природа, да, есть физиология. И физиология возьмет свое. Будут, может быть, какие-то проблемы. Потом есть социальная потребность. Быть реализованным. Ну, как раз зеты являются моралфагами. Они топят за семейные ценности. Понимаете? И здесь нет никакого противоречия. Зеты, то есть, зеты это возраст людей от 20... Нет, я думаю, от 17 до 24, вот так вот, 25. Нет, у меня к вам такое... Зеты сейчас, как бы, не имеют такого-то понятия, как... Ну, мораль, семейные ценности. Не имеют? Не имеют. Да. Много людей, знакомых, которые готовы, как бы, всю свою жизнь провести за компьютером. Даже когда они... С ними общаются, они в основном в телефоне. То есть, они, наоборот, они отстранены от этого. Они готовы, как бы, прошу прощения, помаструбировать, чем с девчонкой или с парнем пообщаться и, как бы, послать. Ну, смотрите, смотрите. Все-таки не нужно сводить семью исключительно к сексу, да? Это бонус. Бонус? Да. Это бонус. Это бонус. Ну, можно так рассматривать, понимаете? Или вы что, думаете, на сексе можно завернуть всю семейную или большинство семейной жизни? Как посуду-то мыть? Ну, например, как бы сказать, отношения у меня как раз закончились тем, что я не уделял должного внимания партнерши, потому что мне просто... А какое внимание вы должным называете? Ну, а... Партнерша. Партнерша больше подходит для girlfriend, понимаете? Или для какого-то типа семьи, основанных на деловых отношениях, и такие есть. Понимаете? Но какие отношения должные? Какие? Как мне говорили, что, грубо говоря, если просто не... Извините, не трахаться. Да. Как мне потом... На запись на федеральном уровне. Я извинился. Я шучу. Это не выйдет никуда за пределы России. Так какие должные отношения? Сексуальные? Ну, это немаловажно. Это немаловажно. Есть еще что-то важное для вас? Ну, для меня, ну, как бы... Понимание, что... Что для вас важное? Она меня понимает. Она меня понимает. Вот, просто и сказал... Вы ведете себя как Игорь, так сказать. Ты меня понимаешь, она меня понимает. Она даже не кивнула вам. Как вас зовут? У меня Михаил. По глазам видно, вы даже в глаза не посмотрели. Михаил, 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 если бы вам пришлось выбирать. Либо понимание, либо секс. Что бы вы выбрали? Ну, секс я сам могу как бы и сам. Ну, конечно же, понимание. Понимаете? Но вы сами отвечаете на свой вопрос. Понимание важнее. А секс это бонус, который вы можете, если что, сами. Так понимание... Я не говорил о том, что с этим не нужно понимание. Или они не умеют его добиваться. Все как раз наоборот обстоит. Это достаточно коммуникативно, очень эффективная модель. Они добиваются понимания. Все, в чем они сейчас совершенствуются, в переписке, в разговорах, в дискуссиях, это почему короткие. Знаете, почему короткие сообщения? Потому что понимать легче. Понимание это их специализация вообще. Это игреки утрачены, в меньшей степени понимают друг друга. А за это себя хорошо понимают. Вот вы демонстрируете, пусть нереальное понимание. Ну, представляете, что вы демонстрируете. Ты... Что вы там задали? Какой вопрос? Ты понимаешь, а она понимает меня. Как вас зовут? Светлана. Вы понимаете его? Да. Вот. Потому что там понимать нечего особенно, да? Вот. Ну, а что? Все понятно. Михаилу нужно понимание. Секс хорошо будет, так будет, не будет, так и обойдется. Просто, согласитесь, может быть излишне просто. Ничего, для семьи уже все есть. Знаете? Я бы хотел в такой семье жить, если честно. Ну, так они вас и не приглашают. Понимаете? Вы бы не так... А, вы спрашиваете, как они будут создавать семью, которую вы хотите, что ли? А как? Ну, понимаете, что семья, почему это устойчивая вещь? Потому что она может и на минимуме быть создана. Правда, могут развестись там и так далее. Но этот минимум дорастится. Дорастится, потому что, ну, так устроено общество современное. Значит, там где-то собственность, обязанности. Все это бремя. Бремя. Вы готовы к бремени, Михаил? Но, с одной стороны, да. С одной стороны, уже готов. С одной стороны, я как бы вот этого всего не понимаю. Вот, да, да, да. Не было такого... Да, но ничего, с одной стороны, готов, на одну сторону и нагрузят общество. Да, вторую перекосит чуть-чуть. Поэтому все время будет поползновение обратно. Вы геймер? Отчасти. Отчасти. Вот от этой части, я думаю, так и придется жить. Отчасти скользить в гейминг, пусть даже не в компьютерный. А вот, вот посмотрите, что делает Михаил. Это хорошо, он играет. Отдают себе отчет, Михаил, что вы играете сейчас. Да. И вам это интересно? Потому что я бы сюда не пришел, если мне было интересно. Но это интересно и другим. А это уже серьезно. Значит, вы из этого уже не выберетесь. Понимаете? Это интересно и им, и вам, и... Как вас зовут еще? И Светлане, возможно, не знаю. Я не такой быстрый, как вы так сказали, да? Сказать, что ей это интересно. Потому что она сейчас, к сожалению, на это смотрит. Почему? Есть и некоторые тревожные новости, Светлана. Те, кто так играют, они как бы все время утекают. Их нужно держать. Возьмите его за руку и держите. Вот, да. А вот видите, не дается. Держит. А вот все, теперь все. Понимаете? Речь идет о минимуме. Это очень бедные люди. Но это достойная бедность. Вы же им ничего не дали. Вы же у них отняли. Все, я им говорю, вы герои. Все же ваше должно быть. А они там должны болтаться в виде украшения. В виде регалий каких-то геройских. Ходят на шахматы. Хорошо учатся. Поступил в университет. И они устроились. Вот как мне говорили эти бизнесмены. Ну как же так? Вот мы в свое время. Нам если бы заплатили больше, мы бы поработали больше. Я им пояснил. Вы в свое время. Там всеми правдами и неправдами могли сделать что-то и доработать на квартиру. Все, эта история кончилась. Еще одни джинсы? Ну да, еще одни джинсы. Так они по-другому решили проблему. Драные джинсы. Все, зачем нам ваши джинсы? Мы заберем, дайте мне мой кусок жизни, пока я не вышел вон. Как поет поэт, да? Понимаете, можно же ментально, изобретательно решить эту проблему. Не нужны мне ваши деньги, я поменяю базовые настройки потребления. Я буду носить одни джинсы, и это будет стильно. А не то, что вы там в своих красных пиджаках с золотыми пуговицами или еще что-то. Легко. Они изобретательны. Они красавчики. А вы лузеры. Ну это я шучу. Это они так думают. Это они так думают. Хотя все намного сложнее. Единственная форма человеческого падения – это потеря цели. Один ученый с 1800 года посчитал, что каждые 30 лет продолжительность жизни увеличивается нашество. Современные люди, а эти люди, огражденные чуть-чуть позже, будут жить не менее соленными. За жизненные циклы они будут менять не менее трех раз профессии. Учеба будет совершенно иной. Но, может быть, 12-15 раз профессии будут менять. Те лидеры, которые будут создавать цели, будут создавать и новые профессии. Скажите, говоря о людях Z, какую перспективу в будущем они могут иметь? Спасибо. Какую что из перспективов? Ну, я думаю, люди Z такие же, как все остальные люди. И перспективы их человеческие. Я придерживаюсь другой концепции. Человеку жизнь отпущена где-то до 25 лет. Дальше начинаются проблемы. Если до 25 лет человек не подсоединился к какому-то уже неестественному источнику жизненной энергии, а до 25 лет там и естественный источник есть, то он не будет жить. А все, что вы говорите, называя это жизнью, я с философской точки зрения подхожу, это не жизнь называется. Это может быть жизнь, а может быть существование. Или, как цинично говорят в собесах, когда официальный такой термин, есть период доживания. Знаете, оказывается, на пенсию, а потом это называется период доживания. Вот. До 25 лет где-то. А дальше период доживания. На чем это основано? Это никакой дурной мистики, но если применять метафору, то есть человеческая душа. Она определенным объемом. Ну, у нее есть определенный объем. И она наполняется. Чем она наполняется? Информацией. Но не любой, а смыслами. И в принципе за 25 лет, а сейчас, если вы откроете широко каналы забора информации, может быть и раньше, душа наполнится. И потом как будто щелчок такой. Щелк. И все. Там уже нет пустого места, все остальное просто соскальзывает. Соскальзывает. И люди начинают метаться. Вот так неосторожно, на мой взгляд, игреки поступили. Они сильно раскрыли каналы информации. Они набрали многое. И вот это их задача. Поменять профессию, поменять семью, поменять пол даже. Улететь на Венеру. Вот все эти мечты от того, что там нет пустого места. А вот сейчас я в другие условия попаду, и там опустошусь. А ты все тот же. Ты все крепкий орешек. Настолько крепкий, что чуть-чуть такая какая-то фуктуация есть. Вот новизна какая. Проблемы новизны. Но можно же и поосторожнее. И вот зеты, на мой взгляд, имеют лучшую перспективу. Они осторожны. Они хотя бы себе резервный мир создали. Второй. И они как бы на границе находятся. Если что, они перемещаются туда в виде субличности геймерской, например. Но это опасно, конечно, потому что у зетов панические атаки. Разве это? Знаете, что это такое паническая атака? Когда человека накатывает внезапно ужас, что он умирает. Ну, страх смерти, скорее всего, за этим стоит. Да? Но никто еще от панических атак не умирал. Там как бы физиологически все в порядке. Ну, что происходит, на мой взгляд? А происходит вот это. Так как достаточно осторожно разместили идентичность в двух мирах, здесь и в игровой реальности, да еще здесь двоится. Я выделяю ночную и дневную субличность. Дневная – это вот, которая сейчас, а ночная – это, когда переписываемся по ночам. Это другая личность там совсем. И вот, вероятно, они не очень крепко держатся друг за друг. И иногда могут расходиться вот так вот. И вот это «я» какое-то смотрит и ничего не видит. Я кто вообще? Неужели я то, как, в общем-то, ведет себя со мной этот мир, который все время говорит, «Ты никто, и звать тебя никак». А кто интересуется? Понимаете? Вот приходят, ведь в школе сидят, там, ладно, там учителя еще знают Миша, Наташа. А в ВУЗе кто их вообще интересует? Сиди и слушай. Открой канал и закачивай информацию. Сокращай свою жизнь. Набивай ее туда, этой, требухой этой. То менеджмент, то культурология, то философия и так далее. Все здорово. Но Z-ты, в отличие от предыдущих поколений, это цифровое поколение, они опускают фильтры. И очень сильные фильтры. Например, есть очень плохие новости для рекламного бизнеса. У них уже чуть ли не с рождения стоит отблок, так называемая программа. То есть вырезается вся реклама. За исключением той, которая поступает через друзей. То есть вирусная реклама. То есть перспективы, я думаю, вполне хорошие. Это люди, которые будут дольше жить. Может быть, существовать столько же, но жить будут, вероятно, дольше. У них есть резервный мир и фильтры. Ну, пожалуйста, последняя реплика или вопрос. Андрей Иванович, а что вы имеете в виду от естественных и естественных источников жизни? Ну, по естественным источникам жизни, я не знаю, где он там расположен и как. Ну, посмотрите на детей. Они, у них есть естественное любопытство. Да, это пустоты. Они его заполняют. Потом чувствуете, как снижается это естественное любопытство. Где-то к подростковому возрасту такой чуть ли не варяжный чел образуется. Но там снова подарок. Гормональный фон меняется, пол просыпается. И снова глаза загорелись. В каждом столбе мы видим не знаю чего. Но тоже ненадолго. До 25 лет. Всё. Как бы подарки природы кончились. Сначала это естественная незагруженность, ещё недозагруженность языком, прежде всего, образами. И поэтому всё это так впитывается. Вот так мультики можно смотреть. Потом он заканчивается, пол просыпается. Это ещё один шанс, но только уже не на мультики обратить внимание, а на людей. Ну, у Зетов там чуть-чуть перекос произошёл. Всё так же с мультиками можно было заниматься. Там порноиндустрия подоспела, это же мультики. Но дальше всё. Больше природных подарков нет. Нужны теперь... Своего рода интерес к человеку? Да. Интерес возникнет тогда, когда вы образуете пустоты внутри себя. Если там есть какой-то вакуум, который будет втягивать этот внешний мир вовнутрь. Ну, традиционно, это машина, вот путешествия, например. Машина-путешествия, да? Вот, Дмитрий Романович говорил, можно почитать, что там, но всё равно зазор нужно оставлять. Понимаете? Что там, и чего-то я не знаю, и вот как бы туда энергия мечты или прогноза. И вот ты приезжаешь и заполняешь это. Или искусство. Традиционно искусство подвязается вот в этой сфере. Отсюда такая огромная потребность слушать музыку, смотреть сериалы и так далее. Но это, правда, может оказать медвежью услугу. То есть, это же наполнение образами. Поэтому, в общем-то, выживет тот, кто сумеет создать программы не только отбок, но и клининговые программы, да? Очистки, сброса в корзину и удалить навсегда. Это будет очень странно выглядеть с точки зрения предыдущих поколений. Но я думаю, они это сделают. Они будут удалять навсегда. И вот вы им загрузите туда будущее с роботами. Они вроде как поиграются. Раз, вырежут и удалят. И пойдут в каких-нибудь шкурах. Не дай бог, конечно, по джунглям или еще что-то. Но и это не исключено. Потому что человек прежде всего не прогрессом занят техники там или еще. Он занят выживанием. Как говорил Бердяев, человек ведет двойную борьбу за выживание и за жизнь. Андрей Иванович, двигается человек от философии выживания к философии развития. Это Игорь. Других понятий нет. Ну, видите, я говорю другие понятия, значит, они уже есть. Значит, вы противоречите. Да, есть другие понятия. Единственное, они, может быть, неприятны. Или они не заходят, то, что называется. Но это другая проблема. Но они есть. Вообще много чего есть. Есть гораздо больше, чем мы видим. И поэтому перспективы прекрасны.